На праздники в гости в музей 100 тысяч вышивок. С 8 по 11 марта музей Чувашской вышивки открыт для всех желающих. Такой подарок Международному женскому дню всем горожанам и гостям столицы делает Чувашский национальный музей совместно со Сбербанком. Музей Чувашской вышивки хоть и небольшой, но уникальный. В выставочных залах все многообразие национальной вышивки с древних времен и до наших дней. Мужские и женские рубахи, налобные повязки, платки и пояса. Традиционные элементы чувашского костюма представлены во всем своем великолепии. Здесь можно увидеть даже вышитую карту Чувашии. Ее создали еще в 1937 году для Всероссийской сельскохозяйственной выставки. Благодаря акции «Ждем в музее», которую поддержал Сбербанк, многие жители республики и ее гости смогут увидеть эти рукотворные экспонаты. Уже второй год подряд мы совместно с Чувашским национальным музеем привлекаем и приглашаем жителей Чувашской республики присоединиться к музейному движению. В этом году мы делаем подарок всем женщинам. И с 7 по 11 марта делаем вход в музей Чувашской вышивки абсолютно бесплатным. Надеемся, что это будет хорошим поводом провести интересно, ярко и запоминающиеся эти праздники. В рамках акции посетители бесплатно смогут попасть и в серебряную кладовую. Именно там собраны уникальные предметы ювелирного искусства. От лучших образцов традиционных чувашских украшений, изготовленных из серебра и бисера, до этнических стилизованных украшений, которые были созданы в наши дни. Здесь же будут проходить и мастер-классы. Четыре раза каждый день у нас будут проходить и мастер-классы. Мы будем, прежде всего, конечно же, вышивать, учиться вышивать знак солнца. Это будет у нас мастер-классу 2 часа. Салфетку будем в воскресенье делать. Девочки покажут, как это можно сделать. Ну и кроме этого, вы научитесь из лыка делать куклу. И птицу счастья из ткани. И, конечно же, куклу-закрутку оберег. То есть это все можно будет сделать собственными руками и забрать с собой. На все мастер-классы лучше записываться заранее. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.